Приветствую вас. Я думаю, что ситуация, которую вы описываете, не сна. Достаточно мире, я не знаю, потому что как-то у вас получилось все сомбурно. Итак, просил, скажите, что делать. Я думаю, что здесь речь идет о том, чтобы дать вам совет. Психологи советов не дают, психологи помогают человеку разобраться в себе, так что извините, советов мы дать не можем. Это было бы неэтично и неуважительно по отношению к вам, что важнее. Вот, поэтому для советов есть другие люди, родные, близкие и так далее, но не психологи. Психологи не занимаются тем, чтобы давать советы. Все-таки задача психолога помочь и добраться в себе, человеку. Дальше. Что делать? Опять же, спрашиваете вы, что делать, а что делать, чтобы что? Чтобы что? Что делать? Это тоже довольно важный момент. Какая у вас цель? То есть, чтобы что-то делать, нужно, чтобы чтобы была какая-то цель, чтобы был какой-то ориентир. Вот, если цели и ориентира нет, то сложно, честно говоря, что-то делать. Сложно, тяжело. Да и, в общем-то, я думаю, не так, чтобы особо такая деятельность может дать что-то позитивное. Потому что она в прямом смысле этого слова без цель. Без цель. Вот. Дальше. У меня проблемы с позвоночником серьезные. Помощи нет от других специалистов. Помогает только один специалист, но он далеко и отказывает в помощь. Это странно на самом деле. То есть, у вас проблемы с позвоночником, но помогает вам только один специалист. То есть, он, если помогает вам только один специалист, то, так вот, подозреваю, что он, этот специалист, в чем-то, в чем-то уникален, вот, в таком случае. Но мне бы хотелось понять, да и вам это было бы неплохо. Вот, вам было бы, крайне полезно. Вот. Для себя, понятно. А что, что в этом, вот, в этом специалисте, да, что в нем такого прям уникального, скажем так сказать. Что в нем уникального, что он, только он может вам помочь. Вот. Это лад. Потому что, если вы для себя этот момент выявите, если вы этот момент для себя увидите, то вам будет уже проще. Вот. Почему не отказывает вам помощь? Тоже, на мой взгляд. Вопрос довольно серьезный. Вот. То есть, раньше помогал, а потом перестал помогать или что? Если так, то, а почему перестал помогать, это чего? Не понятно. Дальше. Прошу вы, скажите, что делать. Опять же, что делать, что делать, чтобы что? Живу с мамой, она уехала к Катре, погостила, мне две недели было тяжело. Очень прошу вас, скажите, что делать. Ну, вы, опять же, как бы не очень даете понять, что делать, для чего, что делать, чтобы что. Вот. Потому что, ну, как, чтобы сказать вам, что делать, наверное, нужно понимать, что, в первую очередь, что вы хотите делать. Опять-таки, да, то есть, цели какие-то нужны. Дальше. Папа уехал к сестре, вернулась, я говорю, что плохо, она ей пофиг меня не слышит. Вы говорите, что плохо. Опять же, ну, здесь, на мой взгляд, здесь важен контекст ситуации. Понимаете? То есть, именно контекст важен. То есть, как раньше, например, мама реагировала, допустим, на то, что вы, вот, ну, говорите, что, то есть, если раньше она не реагировала, вот, ну, не реагировала на то, что вы говорите, почему она должна реагировать сейчас? Да. Как бы. То есть, вот, что, по-вашему, ну, мнению, да, как бы, изменил. Вот. Вы же, как бы, говорите ей, ожидаясь, что она, ну, как бы, отреагирует каким-то образом. Вот. А насколько оправданы ваши ожидания? Мальчик, какая штука. Вот. В общем, важный момент. Разговаривали, я спилила, она начала меня с соседями пугать уже в который раз, она меня пугает еще с соседями, становится обидно, что и так плохо тебя еще всталет, как у нас все, что мало того, что человеку пофиг. Ну, то и опять же говорить о неком конфликте между вами, но не совсем понятно, из чего это конфликт начался, из чего это конфликт вытекает. Что значит пугать? Пугать соседями и из чего вы спилили, что составляет вашу обиду. Все нужно разбирать. С самого того, что человеку пофиг. А вот опять же, ну, вопрос. Вопрос к вам. Да, да, вопрос к вам. Почему вы так считаете? Почему вы считаете, что человеку не должно быть пофиг? Допустим. Что, ну, вообще, вот, как бы указывает на то, что человеку не должно быть пофиг? Да. Ну, либо там есть чувства к вам какие-то, да, либо нет чувства. Представите меня чуть ли не потерял сознание на улице, она хоть хотя бы хоть как-то отреагировала. Но, опять же, это вот вы ждете от какой-то реакции, да, как бы человек вам этого дать не может. Да, мне обидно просить, скажите, я не знаю, что делать. Сидел, чтобы что, опять же. Обидно от чего? Вообще, меня не выдержало и поплало за эти слова за соседей, маму на три буквы. А за какие слова-то? Вот. Ну, очевидно, что здесь вы в течение долгого времени подавляли в себе агрессию. Очевидно, что в течение долгого времени вы не позволяли себе, ну, как-то вот слабо у вас защитить себя, да, слабо себя защищать. Вот. Ну, может быть, может быть, не привыкли себя защищать, может быть. Еще какие-то моменты, моменты. Вот. Но правда заключается как бы в том, что ваша реакция, она закономерна. И, наверное, чтобы в ситуации, которую вы описываете, вести себя адекватно, наверное, для этого нужно, чтобы вы освободились от чувства вины, да, и научились принимать свои чувства, научились принимать свои переживания, даже если они, ну, в какой-то степени кажется, кажется, ну, не очень, как бы, хорошим, не очень правильным, да. Дальше. Это ужасно. Вот есть такая психологическая игра. Разве это не ужасно? Поищите в интернете. Мне стало настолько легче, что делать теперь? Ну, опять же, да, вы говорите, мне стало легче, но при этом спрашиваете, что делать теперь? Ну, так, совершенно аналогично на мой взгляд. Если вам полегчает, значит, вы двигаетесь в правильном направлении, глобал. Да, посылать маму на прибукву не очень хорошая идея, это безусловно, но, совершенно очевидно, что защищать себя нужно более активно. Совершенно очевидно, что защищать себя нужно более последовательно и учиться адекватно выражать свою агрессию в том числе. Дальше. Я ее люблю. Она и так равнодушна ко мне. Ну, и, то есть, как бы, где связь между тем, что вы ее любите и тем, что она равнодушна к вам? То есть, это про детско-родительские отношения здесь. Про детско-родительские отношения здесь. Про детско-родительские дела, чтобы что? Он мне надоело постоянно терпеть такое отношение. Я теряю сознание на улице, японская, она даже мне позвонит, потом не узнает, где я, что я. Ну, это, знаете, вы больше говорите именно про переживания по поводу того, что мама к вам относится равнодушна. Вот. Из-за этого чувствует себя хуже. Агрессируйте мне. Ну, я думаю, что здесь у вас в какой-то степени... в какой-то степени, эм... появилась про сестры, потому что... ну, мама, она... эээ... не может... дать вам... того, что вы хотите. Через силу. Например. Вот. И я, если честно... я думаю, что... ну, я думаю, что она... и не должна. Понимаете? Вам... нужно лучше поисследовать свои чувства, чтобы научиться принимать свои чувства, но вместе с тем... и чувства... других. Вот. А... ну, в первую очередь... твои мамы, безусловно. Ну, вот. Я думаю, такой ответ вам можно дать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Вы всё-таки найдёте своего специалиста, который сможет вам помочь... так, как вы, с того... хатите-хатите.